Добрый день, наши дорогие зрители, общинники и все, кто за нами наблюдает. Мы сейчас начинаем новый такой формат общения, беседы, подкасты с специалистами в различных отраслях, которые нам интересны в развитии общины, в продвижении интересов общины и так далее. Сегодня у нас очень интересный гость, мы его знаем как Павел Хант, он сейчас расскажет чуть подробнее о себе, мы знаем его как очень серьезного специалиста, инструктора по владению оружием, имеем достаточное количество отзывов от сотрудников спецподразделений, с которыми он занимался, которых он много чему научил. Я сам был у него на занятия, также занятия проводились для наших дружинников, для наших ГБРовцев и так далее. Павел, расскажите немножко о себе, то есть как давно вы в теме оружия, чем все-таки занимаетесь, да, из того, что можно сказать, ну то есть чтобы у зрителя было понимание, с кем мы общаемся. Всех приветствую, Павел Хант, Академия тактики, это организация, в рамках которой мы проводим наши занятия, наши тренинги, но, собственно говоря, не только в рамках нее, в рамках терровых приглашенных разных мероприятий, занимались с военными, с гражданскими. Направлений есть несколько, есть направление гражданское оружие, то есть это самооборона, которая завязана именно на том оружии, которое имеют гражданские люди и работают с ним в рамках самообороны при защите себя, имущество, то есть на улице, в доме, в машине и так далее, это одно направление. Другое направление это подготовка наших ребят, которые отправляются в зону СВО, это, соответственно, уже ближе к войне, хотя сказать, что они сильно различаются между собой нельзя, потому что везде примерно одно и то же, да, только, скажем, на войне, как бы, противодействие нам гораздо мощнее, там есть артиллерия, есть коптеры и так далее, и так далее, есть противник с автоматическим оружием. В гражданских реалиях, конечно, все немножко лайтовее, но на войне мы готовы к тому, что у нас будут стрелять, что будет противник. В обычной жизни для нас всегда внезапно, поэтому, скажем, подготовка, она отличается, акценты разные, но алгоритмы и суть вопросов остается, как бы, прежней. Ну, для зоны СВО, наверное, больше актуально длинноствол, для нас здесь более важна тема краткого ствола, да, то есть огнестрельного оружия ограниченного поражения, и вот здесь хотелось бы спросить ваше мнение, то есть вот у нас, к сожалению, далеко не все мужчины, это, мягко скажем, да, пожалуй, меньшинство являются вооруженными. То есть вот почему в наше время вообще важно быть вооруженным, иметь при себе, по-простому говоря, травматический пистолет? Ну, единственное, я бы все-таки оговорил момент того, что да, травматический пистолет, это то, что нам доступно по закону, и можно носить с собой в каждый момент времени, или почти в каждый момент времени можно носить с собой, он может быть более актуальным, но серьезное противодействие, скажем, вооруженному преступнику можно только сделать с длинным стволом. Это может быть, ну, гладкоствольное наружие или нарезное, но вот это оружие, который действительно можно что-то противопоставить. Оружие ООП, ну, травматическое, как в простонародье, на коротких или на ультракоротких дистанциях он действительно может впасти, выручить и решает большинство вопросов, которые возникают. Но нельзя его рассматривать в отрыве от длинного ствола. В идеале, когда у нас есть и то, и другое, и в зависимости от ситуации, в которую мы попали, мы можем варьировать, выбирать, с каким оружием сам обороняться. Но в обычной жизни, поскольку мы двигаемся в автомобилях, в метро, на улице и так далее, конечно, пистолет, он компактный, мы носим его скрытно, оно у нас более доступно, скажем так, для самообороны. Но на улице, это да, скажем, если мы находимся в доме, в здании и происходит нападение, там, группа преступников, скажем, или какая-то туристическая, там, атака, да, когда мы наблюдаем со стороны и мы можем как-то повлиять, конечно, повлиять проще иметь длинноствольное оружие. Поэтому я бы не делал акцент только на травматическом, я бы себя рассматривал в паре. Должно быть и то, и другое, для того, чтобы человек чувствовал себя, ну, плюс-минус более уверенным. Ну, то есть, делаем вывод, необходимо вооружаться, вооружаться всеми доступными, разрешенными видами оружия. И, как мы чуть позже обсудим, необходимо не просто вооружаться, а еще обязательно тренироваться. Вот мы возьмем последнюю ситуацию, да, которая у всех еще на слуху, да, это террористический акт в Крокусе. Да, то есть, как мы знаем, очень много жертв, там не было среди жертв, как мы знаем, вооруженных людей, и были представители силовых подразделений, да, офицеры были, да, тоже были без оружия. Как все это плачевно закончилось, мы знаем. А что бы было, если бы среди посетителей концерта были люди с оружием? Вот, ну, такой экспертный взгляд. Я бы, знаешь, начал с чего? Я бы начал с того, что есть некий диссонанс. Во-первых, диссонанс у людей, почему они не вооружаются? Вот вопрос был предыдущий. Потому что, а у многих людей существует в гладении, живут в рамках парадигмы, что вот оружие, оно опасно, и если ты применил оружие даже в рамках закона, то ты сел. И люди боятся ответственности. Ну, вот я говорил, продолжаю говорить, что, во-первых, все-таки закон, хоть есть сложности, есть ужесточения в последнее время, они абсолютно нелогичные, в них отсутствует вообще здравый смысл, мы сейчас об этом поговорим, но в целом закон позволяет себя защищать, себя и окружающих. Ну, и если ты применяешь оружие, это не значит, что садишься. Если ты действуешь в рамках закона, то вполне себе закон на твоей стороне. И нужно просто, во-первых, а, руководствоваться буквой «закон» и знать этот закон, и, б, действовать грамотно, то есть применять оружие, но грамотно. Ну, как пример, если, скажем, происходит нападение, нападение закончилось, преступники поворачиваются, уходят, стрелок достает пистолет, стреляет в спину. И тут вроде бы как он стрелял в преступников, но нападение, то есть, скажем, у нас закон достаточно четко оговаривает. Угрозы уже не было. Совершенно верно. Угрозы жизни и здоровья уже отсутствовали, они уже ушли, а он применил оружие. Но если бы он применил оружие в момент нападения, соответственно, вопросов бы к нему не было. И опять же, там есть вопросы, можно ли стрелять в голову. Учитывая слабость боеприпасов, они все ослаблены до 90 джоулей. Понятно, почему это было сделано, потому что было большое количество летальных случаев при применении оружия. Но оно же логично. И если у нас летальный случай происходит с преступником, и обороняется женщина, обороняется человек, и действует в рамках закона, так бог бы с ним, если он получил свою пуль и сдох от этого. Почему? Потому что если он угрожал жизни и здоровью, как мы наблюдаем ситуацию, так я считаю, что жизнь обычного гражданина гораздо выше жизни преступника должна быть. Но поскольку уже мы пошли тем путем, что мы ослабили боеприпас, то пуля, попавшая в корпус, она не всегда имеет эффект. Более того, 3-4 пули резиновых, они не всегда останавливаются. Не всегда, да, не будет того эффекта, на который рассчитывает человек. И, к сожалению, не то, что к сожалению, а становится понятным, что чтобы остановить преступника, который с ножом бежит тебя убивать, а он с ножом тебя убивать будет, потому что нож в этом смысле, он очень неизбирателен. Любое проникающее в область, скажем, легкого сердца, вероятно, что выживешь очень небольшая. Потому что травматический эффект, да, он травматический эффект, боль, шок, сломанные кости где-то, но эффект немножко другой. То есть он не убивает, он может убить, но изначально он травмирует и останавливает. Нож просто убивает, потому что он проникает глубоко и реже перерезает все, то есть между костями проходит, ребрами и так далее. Но вот если вернуться к ситуации с Крокусом, вот как бы эта ситуация могла бы выглядеть, да, если бы там было 5, 10, 15, 20 человек вооруженных законным оружием в соответствии с законодательством? Ну, то есть мы прямо берем конкретную ситуацию. Смотрите, для того, чтобы там оказались вооруженные люди, их должны туда были пропустить. А у нас происходит очень странная история. Люди владеют оружием на законном основании, их не пускают, не пускают сейчас в торговые центры в Питере, на секундочку, не пускают в метро. То есть это вообще нонсенс. У нас есть конституция, которая позволяет перемещаться. Ладно, не будем уходить в норму права, но тем не менее, чтобы люди оказались с оружием, надо законно разрешить людям с оружием проходить туда. И если, скажем, мы переломим эту ситуацию, или там Росгвардия, или Министерство внутренних дел все-таки пересмотрит и законодательно прямо утвердит, что пропускать людей не препятствовать. Да, 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 мы говорим именно о этой ситуации, к чему мы хотим стремиться. Совершенно верно. Чтобы были вокруг вооруженные люди, нормальные граждане, законопослушные, но с оружием. Как бы эта ситуация могла выглядеть? Ну, давайте представим, мы сейчас говорим, что вряд ли туда люди зашли со своими карабинами и ружьями, скорее всего, зашли туда с травматическими пистолетами. Вот. Разбирая ту ситуацию, когда, скажем, дистанции достаточно большие, попасть в травматический пистолет и принести какой-то ощутимый урон, нанести шансов практически нет. Почему? Потому что, ну, у него энергетика немножко нет. Там, по-моему, была ситуация, дистанция очень близкая. Нет, изначально дистанция была 30-40 метров, то есть это там большой холл. Ну, как только подход к дверям, подход к коридорам, к каким-то комнатам и так далее, где можно укрыться, вот тут уже ситуация меняется. И, во-первых, конечно, люди должны понимать психологию, да, что когда в тебя стреляют в ответ, ты уже не чувствуешь, что, посмотрите, они шли безнаказанно, уверенно, вышагивая в полный рост. Понимая, что все кругом безоружные. Конечно, конечно. Если бы вдруг щелкнуло и начало лететь откуда-то в сторону, во-первых, они бы уже не могли бы так свободно перемещаться. Они бы двигались, если они подготовлены, они бы двигались уже с учетом тактики, там, действий и так далее. Это было бы сильно медленней. Если они не подготовлены, их можно было просто загнать в угол, даже учитывая, что они были с оружием. Ну, понятно, для этого должна быть какая-то огневая мощь, потому что, скажем, вот у нас там 10 патронов, которые ты щелкнул, там, 5-7-6 раз сделал и дальше ты остался пустой. Конечно, это не тот эффект. Понятно, что пистолет, 10 патронов в магазине и еще некое количество магазинов должны быть, чтобы можно было что-то противопоставить. А дальше что происходит? Для того, чтобы использовать оружие по назначению, нужно, конечно, сокращать дистанцию. Повторюсь, на открытом участке большом эффект не тот, но как только сокращаются дистанции, ситуация может меняться. Вплоть до того, что они просто будут бояться выйти оттуда. Они взяли, ну, посмотрите, он может стрельнуть из-за угла, оттуда бах, опять полетит. Все. То есть их динамика продвижения и, скажем, загоняние, когда они людей загоняли в одно пространство, они бы не сработало. Они бы сами уже пытались выживать, укрываясь от них, даже не понимая, с чего в них стреляют. А, скажем, если вдруг один выманивает, если там два человека, несколько взаимодействуют между собой или три, это группа, скажем, ребят, которые были бы с пистолетами, смогли бы просто один, например, отвлекать на себя, в эти начинают обходить, а те уже вздут их с фланга, это тоже можно было бы. Но это нужно тренироваться, нужно иметь холодную голову. Конечно, сейчас просто говорить, потому что мы понимаем, сколько их было. Когда ты находишься там, и на тебя происходит стрельба, ты не понимаешь, сколько человек, с какой стороны они идут. Они могут заходить с разных сторон и сказать, что вот прямо все четко, вот мы там с пистолетом, мы бы все решили, конечно, нет. Это сейчас, когда мы уже знаем, как ситуация развивалась, можно строить какие-то планы, прогнозы, там все гораздо жестче. Но закрыться, скажем, в какие-то пространства, держать сектора и не допустить туда вполне можно было. И тогда, а сколько длилось нападение? Считанные минуты, то есть там может быть минут 10 или 12 с момента входа до выхода. То есть и то это было как бы, ну, а не расстрел беззащитных. Как только бы было любое противодействие, это время бы еще сократилось, или они не смогли бы так свободно перемещаться. Они бы даже не дошли бы до зала, возможно, на этом бы все закончилось. Поэтому, безусловно, я думаю, это было бы сильно усложняющим для них фактором, если бы стреляли в ответ. А люди, если бы были подготовлены, могли бы взаимодействовать, я думаю, что можно было вплоть до того, что там разоружить кого-то. То есть подытожить, если то можно экспертно сказать, что жертв должно было бы быть в разы меньше, например. Я думаю, да. Чуть ранее коснулись темы о том, что сейчас практика меняется, да, и есть, ну, скажем так, примеры применения, да, где применяющего не настигают уголовную ответственность. Просто это реально бич, все говорят, о, вообще нельзя таскать, точно посадят, привлекут. Вот можно без имен, если, да, там, одну-две ситуации, да, из тех, что на памяти, на слуху, как говорится, да, как все происходило, как люди применили в целях обороны пистолет, да, и что, как это все закончилось. Санкт-Петербург, крупный мужчина, физически развитый, с сумками в темное время суток идет к машине на парковке возле гипермаркета. Парковка пустая достаточно, вот, он подходит к машине, слышит какое-то движение, поворачивается, а в это время на него нападают 4 человека. То есть без разговора ничего начинают его бить, то есть удар в лицо, второй удар, он бросает в сумки, дальше, вот, например, тот алгоритм, который мы отрабатывали, ну, на тренировке, говорит, как это у меня сработало, говорит, я не помню, говорит, ну, вот, просто что-то сработало. Он смог отработать этот алгоритм, и тут же тук-тук-тук, и первые двое, которые были ближе к нему, падают, он попадает нам в ногу, по-моему, другому в корпус, двое падают, а еще двое по тапкам срываются с места, начинают убегать. Эти лежат, верещат, он еще добрый душа человек, начал оказывать первую помощь, типа, вот, я сейчас это, эти лежат, орут, он вызвал полицию, вызвал скорую, вот. Вот, и, конечно, я бы не рекомендовал оказывать первую помощь, почему? Потому что они могут симулировать, человек может визжать, кричать, чтобы в него больше не стреляли, и так далее. Скратить дистанцию и возобновить нападение. Скратить себе человека, и достав нож, например, воткнуть в шею, и после этого, конечно, уже все, то есть, скорая приедет к нему, там, остывающему, а эти свалят. Поэтому, конечно, лучше не подходить, потому что раз, и два, вообще, держать дистанцию от этих людей, я бы укрылся на тот момент, потому что, мало ли, там, пистолет, который я могу достать, и так далее. То есть, не думать, что нападение прекратилось, и вы в безопасности, нападение может возобновиться, нападение может произойти со спины, там, кто-то из подельников может... Вернулся, например. Конечно, поэтому нужно сохранять контроль, пока не приехали сотрудники полиции, пока не подъехал, там, МЧС или скорая. Вот, но нападение прекращено, двое убежали, двоих, как бы, задержали, и они получили срок за групповое нападение, то есть, они хотели, по-моему, у него транспортные средства отобрать, то есть, нападение было с целью завладения, если я не ошибаюсь. Другой сценарий, мой тоже хороший товарищ Дмитрий, я думаю, он узнает себя, я не буду называть имен, фамилии, позывных. Шел, ну, это в регионе происходило, в темное время суток, буквально в 700 метрах от отдела полиции, шел, какой-то топот сзади, он в полоборота начинает разворачиваться, получает удар по голове черенком от лопаты. То есть, просто сходу, по-моему, два человека на него нападали, да, получается удар вскользь, то есть, не пробило ему череп, удар по плечу, по спине, скользанул по голове, он разворачивается, в этот момент начинает извлекать пистолет, второй достает нож, бьет ножом, разрезает на нем куртку. То есть, нападение, то есть, было просто, убивали человека, то есть, ударом черенком лопаты, ножом, он выкладывает пистолет, стреляет первым, попадает ему, по-моему, в нижнюю челюсть, раздрабливает, там, зубы, кровь этот падает, начинает захлебываться кровью, потому что ему пролетело. Второй в истерике увидел выстрел, что тут лежит, уже кровью харкает, визжит, не стоит, кладет его лежать, заставляет, вызывает сотрудников полиции, все, приезжают, оказались рецидивисты, которые хотели просто его ограбить, но они его не ограбили, они бы его убили. То есть, они бы забрали у него, скорее всего, кошелек и так далее, вот, ну, все, как бы, они оказались рецидивистами, за ними были какие-то эпизоды и так далее, в общем, они получили реальные срока. Ну, еще можно продолжать, то есть, еще таких сценарий. В целом понятно, то есть, мы видим конкретные ситуации, в которых правильное применение травматического оружия просто спасло жизнь, да, и помогло избежать очень серьезных последствий, да, и даже если представить, даже если представить, что в этой ситуации они как-то бы неправильно поступили, или, допустим, не знаю, как вот многие говорят, о, там, следователь на местах там что-то неправильно поймет, да, как я слышал, кто-то говорит, лучше трое осудят, чем четверо понесут. Да, действительно, там, и, скажем, если из тюрьмы люди выходят, да, ну, ты понимаешь, за что ты отсидел свою жизнь там или близких защищал, вот, то из морга не выход только на кладбище, поэтому тут вариантов нет. И, скажем, если есть выбор, понятно, что выбор должен быть на том, что нужно жить и защищать, нежели оказываться в роли жертвы. Ну, и, как вот в прошлом видео вы говорили, то, что после тюрьмы есть жизнь, да, то после вот такого, ну, совсем уж критического нападения жизни может не быть. Это первый момент. Второй момент. Мне кажется, что все-таки сейчас ситуация значительным образом разворачивается, да, и зачастую, даже когда возможен беспредел и какое-то неправильное отношение кого-то из представителей силовых ведомств, да, то мы сейчас уже можем создавать общественный резонанс, поднимать внимание к данным ситуациям, да, и не давать происходить таким вот, ну, неправильным, в общем, оценкам этих происшествий. Ну, если вот мы в целом определились о том, что оружие важно, оружие нужно, да, то, допустим, наши зрители посмотрели, да, и вот решили, да, хочу взять пистолет, да, давайте поможем выбрать, да, то есть, ну, не знаю, топ-3, топ-5 самых лучших, самых практичных, соотношение ценно-качество и, наоборот, что брать вообще нельзя, не поможет, наоборот, осложнит жизнь, там, ну, понимаете, да? Ну, давайте сначала по негативным всяким отзывам, то есть, не очень все хорошо показывают оружие, там, в 45-м калибре, то есть, 45-й Раббер, это и ПМ есть в этом калибре, были пистолеты Ярыгина гражданские версии, которые были вот под 45 Раббер, то есть, патрон... Я слышал, что была недавно тренировка с нашими, как раз, единомышленниками и несколько таких пистолетов или револьверов, да, вышли из строя, да? Ну, да, да, действительно, то есть, у них есть ряд, как бы, особенностей, у самого боеприпаса и пистолетов, которые под него, скажем, сделаны, вот, которые, ну, сказываются не в лучшую сторону в его надежности, раз, и сам боеприпас, он, да, он большого диаметра, но места для пороха очень мало, энергетика у него очень низкая, поэтому нужно, как бы, я бы не шел путем вот этого калибра. Далее, далее, калибр 9ПА, он неплохой, он резкий, раньше были очень мощные патроны, сейчас все выровняли, как бы, повторюсь, по 90 джоулей, но пистолеты системы Макарова, это вот как раз сейчас стрела, всякие ПМ-17Т, ПМ-20 и так далее, вариации на эту тему, они, в принципе, неплохие, они, в принципе, неплохие, они жуют эти патроны нормально, автоматика работает, зипы на них есть, то есть, с ними вполне можно тренироваться, стрелять. Очень неплохие были турецкие пистолеты, стримеры, 2014, но они были из силумина, ну, то есть, сам какой-то там сплав, который не выдерживал большого настрела, они были мощные, они были компактные, с нормальным, как бы, там, БК, боезапасом, но... Жили недолго. Ну, как же, да, ну, как, вот у меня, по-моему, в районе тысячи выстрелов прожил, то есть, в принципе, не сказать, что это мало для пистолет, ну, скажем, там, те же самые Гранд Пауэр, они живут сильно дольше, вот, плюс на них есть, как бы, там, зипы, которые можно, там, ремонтировать. Действительно, неплохие пистолеты, это Гранд Пауэр, сейчас новые, мне очень нравится, линейка ТК, ТК-1, ТК-2, которые, по принципу блок, они бескурковые, соответственно, нету предохранителя. Почему это хорошо? Потому что любой предохранитель, у нас, видите, как законодательство требует, чтобы оружие стояло на предохранителе, хотя логики в этом, опять же, повторюсь, нет, потому что у нас нет патронов-патронники изначально, мы его не носим. Соответственно, зачем там предохранитель, если нет патронов-патронники? То есть, ну, уже, как бы, десна... А как исполнять требования закона, чтобы стояло на предохранителе, если предохранителя вообще нет? Соответственно, вопрос снят. У револьверов тоже нет предохранителей, у ОСИ нет предохранителей, поэтому получается, что заложники ситуации ТК-1 просто конструктивно есть, ты должен его ставить вот и а там когда его нет того как соответственно можешь не ставить и ты находишься несколько более комфортно выигрышно склад более комфортной обстановке что тебе не нужно об этом думать этот вопрос просто снимать автоматически поэтому я считаю это большой плюс минусы какие что например если у тебя с курковым пистолетом где можно стрельнуть самовзводом произошла осечка ты можешь но патроны сами знаете у нас как бы строю живая стала оставляют желает лучшего вот соответственно может продавить два-три раза спусковой крючок он стрельнет все таки ну если там просто капсуле не пробит то если пистолет без курковый ты не можешь самовзводом стрелять нужно обязательно будет передернуть затвор сменить пистолет патрон в патроннике и соответственно попробовать выстрелить еще раз есть плюсы есть минусы на мой взгляд плюсов все-таки больше чем минусов поэтому гранд пау серии текью-1 текью-2 пистолет зигзауры кстати тоже очень неплохие бывает что из коробки четко работает кто-то меняет зип от боевого ставят пружинки помощнее там и так далее ну в целом тоже очень неплохой пистолет но они полноразмерные они большие то есть когда там человек там метр шестьдесят или девушка там метр шестьдесят ростом конечно не удобно носить вам большой тут как раз вот пистолеты системы макарова сейчас не конкретный пм а вот эти ппм-17 т и так далее и так далее вот они вполне себе как компакты с возможностью как бы самообороны вполне себе все что там скажем грозы старые грозы не рекомендую почему потому что они очень требовательны к боеприпасу прямо идеальный если поддуть и так далее происходит клины а клин скажем в обстановке уже скажем не допустим обороны да это вещь такая очень очень рисковая я когда покупал выбирал вернее да видел еще какой-то пистолет по моему называется атаман типа как маленький там автоматик он так выглядит как ну чем-то внешне на узи похож что на вопрос ношение как ты будешь носить с собой того кусок железа здоровый ну то есть он как бы мне кажется непрактично нецелесообразен а учитывая что нас бк законом который находится в пистолете ограничен 10 патронами смысла в такой большой железке на 10 патронов нет а вопрос револьверов то есть когда ты тоже неплохая штука ты можешь стрелять самовзводом если один не выстрелил тут же следующий пошел барабане единственный минус не единственных несколько первый минус это бк всего там шесть выстрелов 56 вот это это мало почему потому что остановить нападение человека на просто неизмененки находятся под наркотиками станет алкогольного пьянения или поймал какой-то свой там кураж боевой и он на тебя нападает с ножом и всего 6 а если их несколько а у тебя всего шесть патронов и перезарядка вот этого барабана это достаточно долгая история даже нельзя как магазин замена выкинул примкнул и ты опять в работе здесь все-таки это затягивает и скажем против какого-то одного идиота далее на преступника она может сработать против группа ножа может не сработать потому что ну перезарядка достаточно долго поэтому револьвер такая история как бы у нас в наших реалиях она наверное не лучше запад где скажем это нарезной нормальный пистолет каком 45-го калибра ли там более 357 калибра или какого-нибудь там 400 когда у тебя реальная болванка вылетает и одно попадание человека вышибает стапок причем неважно от его состояния мотивированности ну таких действительно можно иметь шесть патронов если ты четко стреляешь там шесть человек ты можешь остановить это достаточно в рамках нашего законодательства наших резинострелов конечно ну это не не резонно скажем так надо иметь запас по патронам ну с этим определились да я не знаю насколько свежо в памяти да то есть вот рекомендация как вообще что какие шаги нужно пройти чтобы получить пистолет да то есть вот раз два три что делаем сначала куда идем потом куда идем то есть вот как это то что некоторых тоже пугает эта процедура что это сложно долго там ну и так далее да не сейчас все делается очень легко очень комфортно единственное что ужесточилось все немножко ну как бы с каждым резонансным каким-то там машутингом или применением оружия таким которое было на слуху нам затягивают гайки причем затягивают законным владельцем оружия то есть наоборот с преступниками затягивают законным владельцем и ну что нужно во первых понять что тебе это нужно во вторых пойти получить справки установлен образца они прописаны везде ты идешь а если нужно было раньше идти по диспансерам сейчас в каждом округе он даже в каждом районе есть медучреждение потому что прийти и в одном месте все пройти там ты сдаешь тест на наркотики наркотические средства и так далее то есть это там в баночку что называется там потом тебя проверяют мозговую активность потом тебя проверяют все это в рамках одного заведения можно сделать пробивают по базам слышали на учете в пнд это психоневрологический диспансер наркодиспансер если ты везде чистый то проходишь вот эти анализы сдаешь и заключение тебе выдается на руки и ты с ним уже можешь идти следующему шагу то бишь это проходить обучение тебе нужно пройти обучение в сертифицированных компаниях вот есть масса тиров где проходит это обучение проходишь обучение проходишь экзамен у тебя на руках заключение что прошел обучение и можешь подаваться на оружие все и с этим делом ты подаешь документы через госуслуги это делается сейчас необходимо купить еще металлический шкаф для хранения оружия ну да конечно тебе если тебе подтвердили то к моменту покупки то есть но сначала ты получаешь лицензию на приобретение и на основании этой лицензии ты покупаешь оружие так вот к моменту когда ты тебе будут давать разрешение тебя будет проверять по линии там мвд фсб там баз различных вот на этот момент к тебе может прийти участковый и попросить чтобы ты показал если у тебя место для хранения оружия патронов и соответственно это для пистолета достаточно там небольшого сейфа но я бы рекомендовал сразу покупать большие сейфы потому что скажем если ты встал на этот путь и ты полюбил оружие ты поверил в него то под разные цели их совершенно разное оружие этой пистолет двухстволок а дальше может быть там скажем полуавтоматическое оружие нарезное поэтому лучше сейф брать побольше но вот это да кстати насчет интереса и любви к оружию это такой момент который просыпается в тот момент когда мужчина начинает этим заниматься то есть у нас вообще нету в нашей сейчас к сожалению культуре потеряно до на обращение с оружием да когда мужчина покупает оружие когда он начинает с ним заниматься тренироваться стрелять то это действительно всплывает из какой-то генной памяти я вот по себе могу просто это продекларировать да то есть был достаточно холдинг несмотря на свой опыт работы в зеленых органах раньше у меня было там и служебное оружие да и стреляли мы много но она как-то все было так формально бюрократизировано да то сейчас не так давно я прошел эту процедуру может быть полгода назад действительно она в общем-то уже упрощена достаточно максимально до получил оружие начал им заниматься и уже что-то проснулся уже мне хочется сходить пострелять прошел тренировка всем рекомендуем в академии тактика у павла да то есть вот перейдем к этому аспекту да то есть недостаточно просто владеть оружием этого недостаточно почему почему это этого недостаточно ну параллели можно приводить очень много это как купить автомобиль классно есть автомобиль даже есть права на него если ты не умеешь по факту управлять этим автомобилем то соответственно это просто груда железа и ты не понимаешь для чего она тебе нужно как его использовать здесь примерно такая же история то есть пистолет это любое оружие это инструмент и для того, чтобы его применить, а применять его придется, если не дай бог придется, дай бог, чтобы никому не пришлось применять свое оружие, чтобы обходилось без этого. Но если такое случилось, это почти наверняка будет стрессовая ситуация. И в ситуации стрессовые мы никогда не поднимемся до уровня наших ожиданий, всегда упустимся до уровня нашей подготовки. Соответственно, если уровень подготовки у нас низкий, мы покажем низкий, мы не сможем даже использовать это оружие. То есть у меня есть один из таких интересных моментов на тренировках, я не помню, caught up,した the lift, ship. Попадали или не знаю, подали этот момент, когда человек уже вроде бы уверенный в себе, но я смотрю, что он работает на таком как бы не прописанном уже на автомате уровне, он что-то придумывает, какие-то у него там придумки, я создаю ему стресс-фактор. То есть прямо вот при всех там куча людей и он должен суметь его извлечь и условно применить. Понятно, мы не стреляем друг друга, мы отрабатываем этот момент. И в 90% случаев людей это не получается. То есть как только дополнительный стресс-фактор, казалось бы, все хорошо, у вас все получается, а вот теперь бах, наложилось и не получилось. Это люди, которые уже умеют. То есть уметь и чтобы это было прямо на автомате, это разные вещи. Поэтому для того, чтобы оружие сработало, это должно быть просто на автомате. Этим надо не просто пройти курс, отзаниматься 4 занятия, этим надо делать постоянно. Вот тогда, в случае что, оно сработает. Ты потом только будешь анализировать, прокручивать в голове, что произошло. Или просматривать на записи, как оно сработало. А тело сработало само. Вот до какого уровня нужно до автоматизма доводить работу с оружием. Как говорят опытные владельцы, еще необходимо постоянно холостить. Да, то есть, условно, там с физкультуры дома с утра там зарядку сделал, потом похолостил. Да, то есть как мы отрабатываем какие-то там приемы по самообороне, да, также и по оружию нужно постоянно, постоянно отрабатывать. И здесь вопрос, да, далеко не все у нас зрители живут в Москве и могут приехать в вашу академию тактики, да. То есть, вот как правильно выбрать тот центр, где пройти нужно обучение. Потому что ведь самое страшное, да, как я понимаю, где-то проучиться, думать, что ты чего-то умеешь, а на самом деле ты ничего не умеешь. И в кризисной ситуации понять это будет полная фиаско, да, с которой может сочетаться с очень серьезными последствиями, да. То есть, вот как нашим соратникам-дезиномышленникам на местах правильно найти место, где тренироваться? Есть ли какая-то база, какие-то рекомендации? Или как в ходе тренировки можно определить, ну, правильно эта подготовка или нет? Вот очень серьезный момент. Очень правильный вопрос. Он очень правильный и очень непростой. Люди, которые ко мне приходят хоть на длинный ствол, хоть на короткий, я всегда говорю, а вот как правильно? Я говорю, ребята, подумайте. То есть, в первую очередь, это анализ. Получая любую информацию, которую я даю, которые люди со стороны, я говорю, всегда включите анализ и посмотрите, а что будет, если будет вот так, а что будет, если будет вот так, и как это сработает или нет. И вот, ну, кроме, скажем, анализа, ты же не можешь к всем подходить и каждому вкладывать в голову свой, как бы там, файл знаний. Конечно, нет. Человек должен к этому приходить сам и анализировать, как он носит оружие, то есть, как он его извлекает. И сработает ли та система, которая их подготавливает, или там, например, очень много там любят, прежде чем начать какую-либо работу с оружием, сначала у них условно спарринг, рукопашный бой, оттолкнули, ударили, вот попадется борец, оттолкнул тебя на руку, тебя поймали, и тебе ломают эту руку, и ты уже там забыл про свой пистолет, ты уже начинаешь. А как только увязался в борьбу, если ты не являешься мастером рукопашного боя, соответственно, ты уже проиграл эту ситуацию. Соответственно, вот и вот таких вот нюансов, с которых все начинается или которые могут возникнуть, надо просто все время включать анализ и продумывать. Каких-то центров подготовительных, ну, к сожалению, то есть, есть школы, которые много сейчас кто начал давать, слава богу, самооборону с оружием, много кто. Ну, в любом случае, это лучше, наверное, чем ничего, когда у вас есть территория, где можно какие-то ситуации, скажем, воссоздать и отработать, и попробовать их так-сяк, и, скажем, если человек думающий, он сам для себя найдет какие-то решения, даже не приехав, не побывав у нас на тренировке, да, человек сможет понять, что можно использовать это вот так или иначе. Сказать по-другому, ну, не могу. Да, действительно, есть, кстати, вот иллюзия безопасности, это очень страстная штука. Ко мне пришла как-то девушка и рассказывает, как их учат противодействовать мужику при нападении. И когда она мне рассказывает, показывает эти вещи, я говорю, то есть, вы думаете, что... Ну, конечно, мы тренируемся, у нас там такой классный бабский коллектив. Я говорю, ну, вот смотри, я там вешу, там, 94 килограмма, тык, и она оп, я говорю, что ты будешь делать? А-а-а! Я говорю, ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. Но ты так уверенно подходишь к мужику и думаешь, что ты можешь что-то сделать, что вас научили, что ты сама себя можешь втянуть в такую ситуацию, ни которую ты не разрулишь. Поэтому, конечно, очень важно здраво и трезво оценивать свои возможности и не попадать, скажем, в какую-то иллюзию. То есть, жить в иллюзии, конечно, это такая очень опасная парадигма. Вот. Подсказать какие-то школы, к сожалению, ну, кроме своих, которые я понимаю, почему, более того, готов ответить за каждый момент, за каждый эпизод и разъяснить, почему это так. И всегда я говорю, если вот есть что сказать, скажите. Если вопросы задайте, давайте разбирать, что можно, а что нельзя, и почему именно так, а не иначе. Вот. И если есть люди, которые могут адекватно ответить на такие вопросы, ну, как бы всегда имеет место быть. Ну, то есть, вот касательно тренировок, да, вопрос очень важный. Есть ли возможность по каким-то городам кого-то порекомендовать из тех людей, кого вы лично знаете, за мастерство, за там, за качество подготовки, у кого можно, как говорится, поручиться, да. Или таких вообще, как бы, вот, ну, не хотелось бы брать, может быть, такую ответственность, что как. Или можно организовать какие-то выездные приезды, семинары со стороны вашей академии. Как правильно быть? Смотрите, вот самый простой вариант, вот, скажем, я же могу отвечать только за то, за что я отвечаю, в чем я, кого я лично знаю, и кто знает, что дает. У нас были ребята в Питере, с кем мы проводили уже несколько тренировок, которые уже были в теме. Мы думали там филиал создать. То есть, можно приехать, взять двух-трех человек, показать им основные алгоритмы, на что обращать внимание и как это отрабатывать. И все, они будут на месте сами тренировать. Мы там будем для этого даже не нужны. Взяли человеку, показали, и он дальше там занимается с ребятами, как в секцию, ходят постоянные тренировки. Первый момент. Момент второй. Просто использование оружия, быстро зарядиться, разрядиться. Очень много инструкторов, толковых, кто может это дать. Просто вот именно в той конве, в которую даем мы, самообороны, когда на тебе уже нападение происходит, когда, как ты носишь оружие, как оно у тебя располагается, в каком состоянии находится. Вот этих нюансов большинство людей просто не разбирают. Все работают, как бы, ну вот так, как оно есть. Там кобура где-то сбоку, сзади. Вот, да. Хотел по себе сказать, да, то есть у меня Grand Power T11, кобура сбоку, внешняя, да. Ну вот, соответственно, мне Павел и эксперты порекомендовали, чтобы кобура была внутренняя в поезд, да. Чтобы было удобнее сработать. Как правильно прокомментировать это? Какие есть рекомендации по ношению вообще? Смотрите, как бы оружие, повторяюсь, это инструмент. И чтобы его грамотно использовать, целый комплекс мероприятий должен быть соблюден. То, как, во что мы одеты? Как слои эти располагаются на нас? Где находится оружие? В каком оно состоянии? Насколько оно доступно? Что произойдет с одеждой, когда мы будем извлекать оружие, применять? Вот эти все нюансы нужно рассмотреть. То есть это целый комплекс мер. Тогда это будет эффективно. Почему удобно не сбоку, а спереди? Потому что я показывал. Это чисто на примерах. Как ты упал, тебя сбили с ног, ты лежишь на спине, ты сидишь в машине. Когда ты извлекаешь вопросы противодействия. Ну, не тут единственное, что только так. У меня есть ребята, которые носят сбоку и достаточно быстро оперируют этим оружием. У них получается его извлекать, отводить. То есть они там с поддергнем пола пиджака. То есть есть алгоритмы работы. Вот. Но просто проще и, ну скажем, да, там удобней вилкой на макарон накалывать, да, или, скажем, там палочкой. Можно и палочками макароны брать вполне себе. То есть для начинающих лучше носить спереди? Ну, конечно. Если нету живота, мамон, который чисто антропологически человеку неудобно, да, мешает. Соответственно, нет живота, то удобнее там на аппендиксе под правую руку, соответственно. Это и в машине, и стоя, и упавший. Как бы, ну, гораздо проще извлекать, потому что он под рукой пистолет находится. Ну, и мы возвращаемся, мы в начале нашей беседы говорили о том, что нужно продумать и представить возможные критические ситуации, да, в которых будет оружие применено, сразу, ну, как бы, уже будет понятно, да, откуда удобно доставать, как неудобно доставать, да. Нападения бывают групповые, бывают с ножом. И, кстати, вот важный момент, да, я на нем акцентирую, то есть когда нападение, что с ножом или без, я так понимаю, что один из основных важных моментов – разорвать дистанцию, да, чтобы было удобно работать, как бы, с пистолета, да, нужно, прежде всего, разорвать дистанцию и работать на дистанцию, тем более, если это нож. Ну, если получается разорвать, то разорвать. Если не получается разорвать, то сохранить эту дистанцию. Сохранить, да. То есть сохранить некую дистанцию, потому что когда человек уже вплотную с тобой, ты даже можешь в него стрелять, но он будет продолжать тебя тыкать ножом, и тут вы будете башь на башь, неизвестно, кому будет этого лучше. Поэтому, конечно, в идеале дистанцию набрать или хотя бы сохранить с возможной применением оружия. Как сохранить дистанцию? Ну, тут есть нюансы, то есть что использовать. Ну, сейчас не будем прямо сейчас. На словах не расскажешь, понятно. Да, надо показывать. Важный момент, да, то есть на тренировке была девушка такая маленькая, хрупкая, и очень, ну, как мне показалось, проворно она владела оружием, да, то есть наши женщины, они, как вот, я вообще не знаю ни одной женщины, которая владеет оружием. Это очень крутой момент, в самом деле. Вот, я и хотел подчеркнуть, да, то есть наши женщины должны понимать. У меня, кстати, дочь старше 14 лет, она уже прям хочет и потренироваться, и все, и походить. Я ей говорю, ну, если до этого сам не очень понимал, да, сейчас посмотрел, говорю, ну да, можно, почему нет. Вот, то есть, дорогие женщины, дорогие наши сестры, да, дорогие наши мамы, вы тоже можете и лучше бы вам владеть оружием. Павел, прокомментируйте, почему, как, какие нюансы там и почему это важно? У нас женщину, как бы, когда она начинает назревать какой-то конфликт или происходит, обычно сбрасывают счетов, ну, потому что, как бы, это какой-то там мешающий или там раздражающий фактор, не более того, ну, никак не боевая единица. Но женщина, обладая оружием, помните, как сказал там, этот самый, Бог создал людей разными, сильными и слабыми, а полковник Кольт их уравнял, так вот тут та самая ситуация, что девушка, которая, как бы, или женщина, которые вроде не воспринимают как какую-то угрозу, от нее отмахнулись и там продолжают там, ну, там, убивать, грабить, насиловать и так далее, она обладает оружием, то это вполне себе боевая единица, которая может остановить нападение, спасти близких, мужчину своего и так далее, дай бог, чтобы таких ситуаций не было. Но женщина, это как раз вот тот самый козырь в рукаве, вооруженная женщина, это точно козырь в рукаве. Явно никто не ожидает. Конечно, конечно. И когда там преступник там отмахнулся и продолжает, вот тут уже как раз наступает время, когда женщина может использовать вот это свое преимущество, скажем так. Поэтому, конечно, женщине надо уметь. Хорошо, чтобы этого не было, но мы же понимаем, что жизнь такая непредсказуемая, и лучше пусть будет, чем не будет. Ну и последний, наверное, заключительный момент. Мы обсудили и, в принципе, уже все понимают, что есть определенные проблемные моменты в правоприменении, в правовом поле вообще владения оружия. То есть нас смотрят разные представители силовых ведомств и высших государственных органов. Давайте обозначим те проблемы, которые есть, и как вот общество призовем их решать. Это важно. То есть нас смотрят разные люди, и мы должны, по крайней мере, обозначать проблемы и предлагать механизм их решения. Очень бы хотелось, чтобы нас слышали и услышали. Основная проблематика в том, что люди, получившие оружие на руки, это самая законопослушная категория граждан. Почему? Потому что, действительно, люди боятся потерять оружие, вплоть до административки, которой мы лишаемся оружия. Эти люди точно не идут на конфликт и сами его не создают. Это нужно понять. Далее, чтобы люди могли себя защищать, нужно открыть им ворота и двери, чтобы они с этим оружием могли перемещаться и защищать себя. Более того, нужно создать условия для тренировки людей, потому что сейчас сделано все так, что все меньше и меньше людей имеет возможности. Ладно, Москва, Питер еще есть какие-то стрелковые центры, а в многих городах их даже нет. А по закону мы не имеем права тренироваться на улицах, во дворах и так далее, естественно. Поэтому создайте условия, чтобы люди могли тренироваться, чтобы они были грамотны в плане оружия, чтобы грамотно и безопасно могли с ним обращаться, чтобы они понимали возможность оружия. Для этого нужна воля сверху и возможность это дело реализовывать. Для этого нужно... Очень круто было в царской России, когда у нас с юного возраста приучали к оружию, когда ставили под ружье охотники своих детей, начиная с 5-6 летнего возраста, выдавали малого калибра гладкоствольные оружия, и дети уже учились безопасно обращаться. То есть в традициях русского народа это есть? Главное оружие, конечно, всегда, начиная от дружин, которые были, то есть там с детства уже воспитывали деревянные мечи им давали или там затупленные, они рубились, тренировались. И заканчивая даже царской России, когда давали пистолеты в руки и ружья детям для того, чтобы они офицерами уже вырастали, а не становились, когда уже стали в зрелом возрасте. Поэтому, конечно, нужно пересмотреть законы и дать возможности с детьми заниматься своим родителям. Уж отец точно не хочет плохого своему ребенку, когда обучают его работу с оружием. Конечно же, надо создать в правом поле возможности для таких тренировок, чтобы родители приходили с детьми, начиная с любого возраста, и под свою ответственность могли заниматься с этими детьми. Создать площадки, где это делалось. И, конечно, хорошо бы создать условия для, еще повторюсь, свободного перемещения и входа с оружием на массовые мероприятия. Потому что, конечно, наверное, есть какие-то риски, что вот у нас тут куча оружия, но вот Крокус показал. Обладая люди оружием, шансы выжить были бы гораздо больше у всех остальных, даже тех, у кого этого оружия нет. Мне кажется, что вообще сейчас происходит некое такое утеря всего мужского. И у нас, если посмотреть на наших мальчиков, большинство из них занимается чем угодно, но только не чем-то приближенным такому воинскому, вооруженному, сильному. Занимаются танцами, брейк-дансами какими-то, компьютерами, там еще чем-то, шахматами, но шахматы еще более-менее. Но утеряна вот эта культура силы. То есть у нас почему-то стало современным быть не сильным, воспитывать мальчиков не мужчинами, а такими какими-то бесполыми существами, к сожалению. Возможно, это потому, что во многих семьях мужчин не осталось, и воспитывают матери и бабушки. Но там, где есть мужчины, и даже где нет мужчин, бабушки и мамы должны понимать, что в наших общих интересах воспитывать в мальчиках мужчин. Вот на этом, я думаю, мы и закончим. Я могу добавить немножко. В Древней Греции, например, философ не мог написать философский труд, и он не будет востребован, если у него нет каких-то достижений в физической культуре, в спорте или в боевых и итератных делах. То есть человек должен быть состоятельным физически, и только потом его допускать к тому, чтобы заниматься какой-то наукой. То есть они старались развивать общество максимально гармонично. А у нас, у меня ощущение, что это действительно создаётся, делается так, чтобы мы не могли быть потенциально сильными. И общество подтачивается. Откуда это идёт? Я думаю, это идёт ещё с запада. И, скажем, та обстановка или общество потребителей, которое создаётся, сделано таким образом, чтобы была востребована вот эта у мужиков какая-то женственность, какая-то толерантность и так далее, что ударить другого человека, не дай бог. А на тренировке приходят в бокс, я не могу его ударить и так далее. Наши, скажем, друзья или не друзья, у них это культивируется. Партнёры, у них это культивируется. И агрессивное поведение культивируется. Я не считаю, что это хорошо. Но реакция на агрессию должна быть тоже агрессией вполне себе, а не попытками спрятать голову под диван и кричать, что не трогайте меня. Конечно, нужно развивать мужчин как мужчин. Это бокс, это микс-файт, это боевые искусства. И, конечно, при этом и шахматы, и музыка. Но основа мужчины всегда – это защитник. Если ты не можешь защитить свой дом, своё поле, своё стадо от напосягательств, то у тебя этого не будет, это заберут. А семью вырежут, детей заберут в плен. Поэтому сначала нужно быть защитником. А потом ты можешь быть хлебопашцем, хлеборожцем или как это называется. То есть… Понятно. То есть в тёмной подворотне владение шахматами вам, к сожалению, не поможет. В других жизненных обстоятельствах это, безусловно, важно. Павел, благодарим за такой продуктивный разговор. Надеемся, что он будет полезным для наших общинников. Я думаю, что мы можем продолжить этот формат. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, именно практические, те, которые важно узнать у настоящего профессионала. Ну, а те, кто в Москве, просто переходите и тренируйтесь в центре Академии Тактик. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.